Наступившая весна это не только яркое солнце, увеличившийся световой день и первые проталины в полях и на опушках лесов, но и очнувшиеся от зимней спячки кровососущие членистоногие. Управление Роспотребнадзора по Тверской области приступило к мониторингу за активностью клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. Пока обращений в медорганизации по поводу укусов клещей не зарегистрировано. В прошлом году в медицинские организации обратилось более 5700 пострадавших от укусов клещами. 76 из которых это дети. Было зарегистрировано 5 случаев энцефалита и 68 баррелиоза. Профилактические прививки от клещевых инфекций делаются в два этапа. Первый в конце осени, второй через две недели. Непривитым людям в случае укуса клеща проводится экстренная серопрофилактика, то есть введение человеческого иммуноглобулина. Ее делают не позднее четырех дней после укуса. За предыдущий год серопрофилактика была проведена в отношении 2884 человек и также была проведена вакцинация. Первичная делается две аппликации вакцины. Первая вакцинация проводится осенью, вторая через два месяца. Следующие вакцинации, ревакцинации уже проводятся через год, то есть иммунитета достаточно на период активности клещей, либо через 9, либо через 12 месяцев в зависимости от того, какая была использована вакцина. Но следует обратить внимание на то, что перед сезоном активности должно пройти месяц после последней вакцинации, после последней аппликации, потому что должен выработаться иммунитет. В ведомстве напоминают, чтобы не стать жертвой укуса, нужно соблюдать неспецифические меры по профилактике клещевых инфекций. Это ношение специальной защитной одежды, применение специальных химических средств индивидуальной защиты от клещей. Продолжение следует...